Готовимся к шествию бессмертного полка всей страной. В этом году ивановские школьники и студенты отправятся в Москву и Петербург, чтобы помочь с организацией массовой акции в День Победы. В региональном филиале президентской академии с ребятами проводят подготовительную работу. Лекции читают старшие товарищи волонтеры. Недавно они вернулись из столицы с аналогичных курсов. Нам рассказывали про различные экстремальные ситуации, которые могут произойти на бессмертном полку и непосредственно на шествии и в живой цепи. И как из-за этих ситуаций необходимо выходить, как решать. Во время шествия, уверяют волонтеры, возможны разные внештатные ситуации. Пожилым людям, например, может стать плохо. Для этого в отрядах волонтеров есть студенты-медики. Кроме того, организаторы бессмертного полка должны следить за тем, чтобы колонна сохраняла строй. У каждого отряда волонтеров будет свой тим-лидер. Я должен буду следить за своей командой, которая должна обеспечивать порядок. И так как мы будем находиться в живой цепи, они должны держать этот бессмертный полк в определенных рамках. В столицу из Иваново уедет несколько десятков человек. Остальные останутся в городе, будут помогать жителям во время местного парада победы и шествия бессмертного полка. Самое важное – это понимание. Понимание того, что пожилой человек не сможет пройти быстро или как-то ловко что-то сделать. Нужно понять, войти в его положение, конечно же, быть с добрым сердцем, чтобы с чувственным, понимающим лицом подойти, высусти и, конечно же, помочь. Для некоторых ребят это первый опыт работы на столь крупном мероприятии. Чтобы все прошло без эксцессов, нужно заранее все предусмотреть, быть готовым к любым ситуациям. Впрочем, молодые люди уверены в своих силах, с нетерпением ждут 9 мая. На нашем телеканале вы сможете увидеть прямую трансляцию парада и шествия бессмертного полка. Максим Серебряков, Михаил Кенгур, Форт-ТВ, Иваново.